Птица Так, ладно, ладно, ладно Не застряй И руководитель и создатель славянского радио Ну и тема, несомненно Наши сегодняшние встречи С секретами раздания и наследия предков В русской культуре Слово предоставляется У нас час с вами работы, взаимодействия И как и договаривались, если есть вопрос Прямо поднимайте руку Видит Давайте так, я все-таки сейчас Немножечко ужесточу Я, чтобы Время мало, поэтому Это не шестичасовой и не четырехдневный семинар Поэтому я сейчас Изложу то, что хотел вам донести А дальше вы уже При необходимости Сдадите вопросы Почему? Потому что я собрал вот эти вот темы Исходя из тех вопросов, которые Уже мне задавали И я думаю, что это будет всем Интересно и полезно Начну я с простого, как определить свое предназначение И предназначение других людей Опираясь на наследие предков и родовую культуру Как понять Ну, дальше там Для чего я появился И так далее И так далее Это очень важный вопрос Потому что я всегда говорю Человек, если ты не понимаешь, кто ты То очень будет серьезная проблема Вот есть такая древняя притча Про пилу Когда один величайший мастер Маг Я вам там не мешаю? Нет? Все нормально? Когда один великий мастер Маг Создавал прекрасные инструменты Которые Учили других людей Пользоваться Ну, если топор, так топор Топор ложился в руку Говорит Делай вот так И рука начала рубить А потом уже Обычный инструмент брал Неволшебный И был мастером Если это нож был Значит, нож Ну и так далее И вот он создал целую серию инструментов По миру они стали расходиться И последнюю, у кого он делал Была пила И все уже Пила готова Уже он ее и одушевил И уже говорить она начинает Но кто-то его отвлек То есть нарушили Один из принципов магии Нельзя никогда отвлекать мага И маг не должен отвлекаться И он забыл сказать Кто она Какое у нее предназначение Ну и ушел по своим делам Либо по делам другого человека Ну, пила-то уже это Мысленки работают Понимаете, как про Буратино Головка маленькая Мыслишки коротенькие Соскочила и побежала Думают, ну я же уже все готово Смотрит, бежит по дороге нож Ты кто? Я нож Ага А я кто? Да кто тебя знает? А куда ты идешь? К людям А давай я с тобой Ну, приходят люди Ты кто? Нож Ну, давай показывай Нож раз-раз-раз показал Ух ты, вот это здорово А ты кто? Ну, наверное, тоже нож Ну, давай показывай Хрум-хрум-хрум Ну, какой это нож Ну, дали ей пинка Вылетела она Дальше топор я встретился Потом молоток Ну, понимаете, что дальше произошло с этой пилой, да? На свалке на ржавое С поломанными зубьями оказалось Вот то же самое происходит с человеком Который не понимает свое предназначение Он постоянно берется за чужие дела За чужие профессии За чужое предназначение Что происходит в этом случае? Он занимает чужое место А свое место остается пустым И кому-то приходится тоже Непрекаянному Как-то сейчас говорится Не на своем месте Залезать на его И вот такие вот игрушки дурацкие Мы с вами играем Замечали это? Да Так вот, для того, чтобы этого не было Необходимо понимать Кто я? А как это определить? Вот давайте сейчас с вами Попробуем описать мышку Кто такая мышка? Ну, давайте так Мышка – это что? Или кто? Животное Ну, такая штучка, которая Буквально два слова Дальше Мышка – это кто? Мышка – это кто? Обычное животное Животное Так, чем занимается животное? Тихо Безет Так, дальше Прыгает Размеры мышки какие? Маленькие Какие маленькие? Где живет мышка? Чем питается? Понятно Кого это боится? Понятно Понятно Да, что я сейчас сделал? Мы с вами буквально так Каждый по слову И собрали образ А теперь, когда мы С вами Не произнося слово Мышь Начинаем произносить Те же самые слова Мы понимаем, что речь идет о ком? О мыши Предназначение мыши Нам понятно? Ясно, да? Теперь Если мы таким же образом поступим С нашими физическими телами Мы же знаем Наши физические тела Но мы же можем раздеться Перед зеркалом В конце концов Глянуть, что там у нас где В детском саду Ты, наверное, замечали Что мальчики и девочки Чем-то отличаются Когда на горшки садились С тех пор, наверное, поняли Поэтому, если мы понимаем Кто мы По своим признакам Мы, как вот та самая Пила Топор и так далее Можем понять Ну, Пила-то глупая была А мы-то с вами Поумнее Мы с вами можем понять Кто мы И зачем мы Иначе Если свыше В роду небесном От наших предков Было создано задание Каждому из нас Пройти какой-то определенный путь Выполнить определенные задачи Родиться здесь Вырасти здесь И так далее И повернуться обратно То есть оттуда пришли Туда возвращаемся Это означает Что инструмент Под названием Физическое тело Был создан не просто так Это именно Ин-стру-мент И исходя из того Какой инструмент Мы можем знать Чем занимается Хозяин инструмента То есть мастер Царь в голове То есть высшее я Божественная сущность Как хотите это называйте А раз так То в этом случае Уже хотя бы По вот этим признакам Мы можем понять Какое у нас предназначение Кто-то быстро бегает Кто-то быстро думает Кто-то тяжести быстро перетаскивает Кто-то и то и другое Получше делает И так далее Дальше Возраст влияет Ведь даже если Рождается силач Но он маленький ребенок Ему только один годик Да вроде он сильный Но Будет ли он таким силачом Которым он может В 25 лет В 30 лет Но пока слабовато Правда? Мудрец рождается А ему там Например Один месяц от рождения Может ли он сразу Всю мудрость свою проявить? Ну где-то внутри себя Конечно Он там мудрый Но выразить Ведь мудрость Это не только то Что ты углы крутишь Это то Что ты еще и выражаешь Проявляешь Понимаете? То есть еще и возрастные Мы должны добавить сюда Дальше До 50% Сразу сниму Ваши проблемы С определением Кто я Хотите? Я уже сказал Раздевайтесь Подходите к зеркалу И смотрите Опа! Мужчина! Опа! Женщина! 50% проблем Сразу откинули Ну не к ночи Мы должны Что такое управляемая Шизофрения? Что такое неуправляемая? Неуправляемая Это когда человек сам не управляет Он какой-то черт управляет Какая-то проблема в голове И так далее А управляемая Когда я От имени высшего Я Высшей сущности То есть кем я на самом деле Являюсь в роду небесном Разговариваю Со своим мозгом Вот Представляете, что Шизофрения управляемая? Паранойя вообще Раздвоение личности Вот это Когда под процессом Самоконтроля происходит Это хорошо Когда это неуправляемая Это клиника Но даже Если вы управляемой Этим занимаетесь Кто-то об этом знает Вас в клинику тоже попытаются забрать Так что Будьте осторожны С этим вопросом Ясно, да? То есть Вот один Я сейчас всего вам не расскажу У нас не семинар Это просто Ну как бы Посылы к вам Практически посылы Как что делать Многим это сразу Помогает Потому что Ну не обезьянышки мы, да? Мы же все-таки Наследники великим Мудрых богов и предков Ну значит Раз там боги Мы наследники И предки наши тоже Не замухрышки какие-то Но территории Это огромное Надо было создать Собрать и содержать Представляете, да? Что это такое? Это означает, что Все-таки Не свиньи подзаборные А значит Мы это можем осилить Дальше Понять Нам нужно Откуда И как для чего Появились Наша вселенная и мир Вы когда-нибудь задумались О том Что такое Наша вселенная Что такое наш мир А что такое миры вселенных Откуда они появились Вот ты так головой Так качаешь, качаешь Все познал уже? Ладно, не буду мучить Итак Я всегда рисую Вот такую вот Такую вот картиночку Начинаю словами Это часть моего семинара Сразу скажу Маленькая-маленькая часть семинара Давным-давно Я могу так подвинуть Чтобы это было Давным-давно Когда ничего не было Вообще ничего Ни времен Ни пространств Ни всего того Что наполняет Ни-че-го В нашем понимании Здесь Существовала Да в принципе И существует Так называемая Старая реальность Альность Это все Ау Все Ре Это повтор Получается, что Тогда она не была Повтором для нас Это была Альность цельная И ее Населяли И населяют Такие же существа Ну Чем-то Отличающиеся от нас Но По своей форме Структуре И мышлению Помыслам Взглядам Очень-очень Сильно нас похожи А вернее Мы На них Похожие И Дело в том Что с точки зрения Нашего Пребывания На этой земле У них все По-серьезному Если уж Смерть Так смерть Это мы тут можем Крутиться Перерождаться Куда-то там Подниматься А вот если там Наступала Смерть То это вот По-нашему По-нашему Это уже все Это уже Туши свет Бросай гранату И они Я сейчас не говорю Что у них возникло Конкретно Я сейчас рассказываю Что там произошло С точки зрения Вообще Чтобы понять Очень серьезная проблема И стали Неку мекать Стали думать Чего Как Зачем Почему В конечном итоге Один из них Самый Ну может быть Мудрый Со своим коллективом Говорит А давайте-ка Мы создадим Некий тренажер В котором Мы Сможем Тренироваться Но это не тренажер Как это За рычаги Там подергать Штурвал покрутить Как-то ворона В анекдоте А виртуальный тренажер То есть Виртуальное пространство Что такое виртуальное Понятно всем Компьютерное пространство Компьютерное пространство В отличие от виртуального В отличие от такого Чем хорошо Бесконечное количество Миров Вселенных Можно создавать Можно бесконечно Долго что-то проигрывать А как туда войти Тогда Вот сейчас я вам нарисую Примерно Как это вот Можно изобразить Вот старые реальности Жили люди Вот так вот они жили И тетеньки И дяденьки Там все хорошо Кто-то постройнее Кто-то не очень Кто-то там модники Ну неважно Жили И вот кому-то Тут пришла вот эта голову Говорит Да я создаю тренажер Он все свои ресурсы Которые у него были Потратил на то Чтобы тренажер создать Как туда входить Вот точка входа Так ее обозначим Чтобы в нее войти Нужно было самому Стать частью виртуальности А что такое виртуальность Это мысль Да При помощи мысли То есть свое сознание Нужно было туда перенести И тогда Фильм «Аватар» Все смотрели Сейчас вот второй фильм Уже выходит там Или пятый Там они что-то Целую серию задумали Так вот Примерно такая ситуация Немножко по-другому Конечно Я так упрощаю все Сами понимаете Упрощаю Они создали Вот эти вот самые Машинки переноса Где погружаешься В очень комфортные условия Тело там Себя не чувствует никак Ну есть даже на земле Такие условия И сознание Через специальные приборчики Переносятся Через точку входа Вот сюда Этот остался За пределами Он тоже В безсознанке Там находится Но он не погрузился Он Как бы является сам Он везде И во все И вот у староверов Есть такое название Называется Рамыха Ра Ра Что такое ра Помните я вчера говорил Да Ра Мысль Ну вот тут Василиса нам сейчас Расшифрует вообще все Да Так вот Но судя по всему Это так Это упорядоченная Латой гармония Вселенского масштаба Не просто Так вот что-то такое А уже крупненького Это которое дается Для азов То есть наследников богов И образ богов Где правильно В человеке Бог находится Ну и мыслью Это все сделано А это первично Сияющая божественная мудрость То есть вот это Озарение Вспышка А так в принципе И в ведах Рассказывается Вот из ничего Из вспышки Все произошло Да Не из взрыва Как нам рисуют Потому что кто взорвал-то И почему это все сложилось Взрыв обычно разрушает На свалке Вы кирпичу Тонну кирпичей 20 тонн кирпичей Взорвите Ну что дом получится Понимаете Не получается Поэтому другой был подход Так вот Сияющая божественная Первичная божественная мудрость Была проявлена Через мысль Упорядочена Во что-то И для кого Для азов То есть для Людей Воплощающих Бога на земле И вот они Вот сюда вошли То есть он Не перешел Он является Вот этой всей оболочкой Он является В этом во всем Он следит Наблюдает Это такой Компьютерный гений Так вот Вот сюда они вошли Но это же все пустое Компьютер есть Биус загружен Но нет Вот этой вот оболочки Типа виндовса Типа андроида Куда что нажимать Куда что двигать И поэтому Здесь внутри Они стали создавать Новые тела У них появились здесь Они себя стали ощущать В новых телах Находясь в высших пространствах Опять же Дяденьки Тетеньки И они здесь стали Ну как сказать Проектировщиками Архитекторами И само собой Они мысли уже внутри Стали упорядочить Это пространство Чем хорошо еще раз Виртуальное пространство В одном и том же месте Может находиться Неограниченное количество Чего угодно Вот как вот например С своим компьютером Сидите И я часто встречал людей У которых там Сто окошек открыто Тут у тебя ворд Там у тебя игрушка Тут у тебя рецепты Тут еще чего-то И вот ты можешь их листать Листать То же самое на телефоне Листаете, листаете, листаете Вот перед вами вот это Но это одновременно У вас там где-то Еще и куча Там до стада До трехсот До тысячи Чего-то еще Представьте Это виртуальное пространство Насколько сразу Возможность увеличилась По сравнению Со старой реальностью И тогда они стали Мысли упорядочить Что они первым делом сделали Они первым делом Первым делом сделали Тех, которые являются Якобы их противоположностью Если это архитекторы Мыслители Они создали тех Которые как Джамшут и Равшаны Должны что-то делать Должны что-то упорядочить Которые не понимают Что они делают до конца Но которым конкретно Это задание Итак, вот тебе вот это Исполни Он не исполнить не может То есть создали Как это в компьютерах Называется боты Компьютерные боты Исполнители И современным видом Их можно Вот так вот изобразить Это веселые ребята С пятачками С хвостиками С копытцами Ну еще там у них Иногда вилы рисуют Ну такие симпатюльки Которые очень-очень Плотненькие У которых есть возможность Поскольку они компьютерные боты Перемещаться так же В пространстве До определенного уровня Выше определенного уровня Войдут И чтобы вы поняли Как это все Противоположно И едино Если бы здесь Мы создали Целый мир вселенных Вот тут А здесь бы взяли Хотя бы Одно какое-то Пространство Землю какую-то И отсюда бы взяли Всю вселенную Отсюда бы взяли Самую песчинку Малую Самую малую То получилось так Вот этой всей вселенной Маленький ребенок Самый-самый Только вот родившийся Который ручки Ну что-то научился сделать Он бы мог Как шариком Жонглировать А вот песчинка Отсюда Такой тяжести Что ни один силач Да какой там силач Ни одна техника Существующая Там куча экскаваторов Не смогли бы ее сдвинуть Понимаете Какая там тяжесть Да Вот Здесь есть боты Которые без тела Есть боты Которые перманентно Появляются Исчезают Есть те Которые вообще без тела Ну они только видение Возникает И так далее И вот это все совместно Стало взаимодействовать Идет задача сюда А эти уже Вот эти тяжести Перетаскивают Структурируют И стали разделения происходить А это уже Не только в ведической культуре А это уже Проявляется И в различных Теософских Философских учениях И религиях Помните Не было ничего Только Дух Святой Ля-ля-ля-ля Это же всем знакомо Многие все-таки Касались библейской Культуры трудно назвать Это касались И стали происходить Вот такие вот разделения Ну глобус Московской области Сейчас вам рисую Да Вот В конечном итоге Создавались Миры Миры вселенных Вселенные миров Параллельные Имеющие много измерений Мало измерений Чем ниже Тем меньше измерений Чем выше Тем больше измерений Причем Здесь могут быть Измерения Субизмерения Например У нас сколько измерений Три основных Пространственные Плюс время Но ведь у времени Есть много вариантов Да И есть искривление Пространство То есть Субизмерения Еще есть Поэтому здесь Больше как плоскостное Воспринимается Своими субизмерениями То есть У них тоже Трехмерочка Своя есть В нашем понимании Это вообще плоскость А в их Это трехмерка Здесь Повыше Например Уже Трехмерочка Полноценная Здесь еще выше Там уже Например 16 измерений 32 64 128 256 124 Ну и так далее Там подобное И вот когда мы Доходим сюда Здесь такое количество Измерений Как времен Так и пространств Что человеку Представить невозможно А поскольку Это компьютерное То одновременно В одном месте Вот мы сейчас С вами сидим И здесь В одном месте С нами Находится Ну так вот Чтобы не спугнуть Несколько миллионов Проекций Где Находятся Похожие на нас Но с которыми Мы не пересекаемся Вот сейчас Например Через кого-то Прошел Кто-то Через меня Прошел Кто-то Разговаривает Я его не слышу Но Через мысль Мы можем Взаимодействовать Мысль Есть все А здесь Эта мысль Воплощается Короче Этим ребятам После всего Разглючения Была дана задача Построить Эти миры Вселенные И так далее Уплотнить Кто говорит Что это чушь Я скажу так А вы знаете Что мы стоим С пустоты Стол состоит Из пустоты Как так Ну давайте Представим Что у нас есть Самый-самый мощный Кула 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 Как это называется Микроскоп И он такой силы Что он может Уже там Атом рассматривать И что мы видим Ученые говорят Как атом Что он такое Они рисуют Такую схемочку Вот Что-то там В серединке Находится Что-то там Крутится вокруг На своих И там еще Оказывается Есть Так называемые Ионы А что такое Ион Это когда У частицы Дополнительный заряд То есть луна Две луны Три луны Ребятушки Они Что-то похожи Так вот Вращение Настолько быстро Что наша Замедленная жизнь Не может Увидеть Перемещение Вот этих Составляющих Атома Мы видим Некий Энергетический Комок Но если Замедлить По сути дела Мы увидим Нашу Галактику Галактики Другие Которые Так или иначе На это все Похоже Так получается Вот это Тогда что Вот это что И другие А между ними Что Это сгустки энергии Сгустки энергии Что такое энергия Энергия Это же не вещество Это не песчинка Какая-то Понимаете Энергия Это что-то Это информация Но это еще Не песчинка А между ними С точки зрения Ученого Вообще пустота Так почему Вот эта Самая пустота Мне не дает Сейчас руку Просунуть туда Да потому Что моя пустота Немножечко по-другому Упорядочена Мои пустоты Чем вот эта То есть у меня есть Там кости Например Которые такие же Жесткие А может еще жестче А может быть Слабее Чем вот эта Но В зависимости от того Какая кристаллическая решетка Как быстро сам движется атом Как быстро двигаются Вот эти вещества Зависит Сцепляются ли они Либо они разбросаны Если они притягиваются Или отталкиваются Тоже это зависит Много-много-много Компонентов Которые определяют Можем ли мы Например Просунуть сквозь Нет Почему Потому что Очень быстрое вращение Очень плотная Кристаллическая решетка И поэтому Отталкивание происходит На том самом уровне Ну и так немножечко Я чуть-чуть в сторону Так вот Когда ученый Начинает с вами разбираться Один мне сказал Физик Сначала так Ха-ха-ха Посмеялся Он говорит Слушай А в этом что-то есть Говорю А ты представляешь Наши предки об этом знали Говорит Как А потому что Даже гермистресмегист Который взял основу Как раз наших предков Он же проходил обучение Гипербореи Он говорит Посмотрите наверх Если хотите узнать Что у вас под ногами Если хотите понять Что наверху Посмотрите на самую малую песчинку Единственная борьба Противоложность Что вверху То внизу Все есть мысли Все есть НР И так далее И тому подобное Это же 7 основ Которые он изобразил Поэтому Ребятушки Все есть пустота Но не просто пустота А упорядоченная И получается Что пустоты нет Либо Ибо просунуть что-то Через пустоту Не каждый может А вот эти вот товарищи Некоторые Кое-что Просунуть могут Потому что Они могут Разлагаться До уровня Который нам Недоступен И иногда Черт появляется Перед тобой Да чертик Напился Ну ладно Идем дальше Так вот Вот они упорядочили И смотрите Сейчас мы прошли Некоторые стадии Уже Мы прошли Некоторые стадии То есть Мы были Очень-очень тяжелые Черт как черта рисует Волосатые Да там такое-то Мы это все прошли Похожие тела были Мы отсюда Кому-то здесь Кому-то со второго Кто-то с третьего Начал играть Но некоторые проходили То есть Проверять же надо было Раз сделал Проверь Вот Мы сейчас находимся Вот если Вот это линия экватора Представить Мы сейчас находимся Ну ниже линии экватора Ну где-то вот тут Вот тут мы сейчас Только находимся Отсюда мы уже ушли Но Вот сюда наверх Мы пока Не пришли Почему Потому что В нас Представлено Очень много Животного начала Волосы есть? Есть Рожаем детишек Кормим молочком Животное начало У нас Во многих Больше Да С точки зрения Пережиманий Эмоций Ну и хвостики Да Иногда мы И рожки У некоторых видны Да Вот Поэтому только здесь Почему так сделано Сейчас мы с вами По большому счету Играем Вот здесь Нам можно было Как в детском саду В еслях Делать что угодно Вообще что угодно И пространство маленькие Навредить не можем Тогда Хотя компьютерной программе Внутри ее находясь Мы же Мы же Даже не вирусы Понимаете? Трудно А тут мы сейчас Уже находимся в школе Дальше уже Начинается институт И вот только после Этой черты Наши Все слова Становятся И действия Ответственны Вот только вот здесь Так что вот тут Мы можем Бесконечно долго крутиться Но это не наш путь Есть Пути какие развития Есть пути развития Бег по кругу Есть пути развития По Спиралечке А есть пути развития Где и спираль И круг присутствуют Но они Больше похожи Вот на такое По 90 градусов Рисуете И вот так вот И вот так вот Вот такое вот Рисуете Значит Вот так это выглядит Сбоку Вот если мы так вот Сделаем Такие ступенечки Это золотой путь Восхождения души и духа Первый Второй А если мы посмотрим С этой стороны То мы увидим Вот такую спираль Где вот эти точки Вот они пересекаются Вот они А если мы посмотрим Еще выше Мы увидим Просто-напросто круг Так вот Для каких-то Ну понятно да Сверху Смотрю на спираль На пружину Сбоку Смотрю вот это А если еще по-другому Вот такая получается Так вот Для кого-то Для каких-то народов Подходит круг Для каких-то А для кого-то И то и другое И третье Поэтому мы можем С вами крутануться Мы можем с вами Двигаться вот так Мы можем с вами Вот так двигаться И так далее И вот таким же образом Устроено Обратите внимание Все что происходит В нашей земле Я не очень быстро говорю Я сейчас загружаю Я сейчас загружаю Семена начнут прорастать Поверьте мне Сейчас просто загружаю Расслабьтесь Вдохните свободно Ну Василиса вас научила Расслабьтесь Получите Смотрите 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 Здесь На высших точках Экзамен В низших Точка расслабления Здесь вход В новое Вот пошло наверх Обучение Получение Сдачи экзамена Применение в жизни Расслабление Получение Сдачи экзамена Расслабление И так далее Так устроено Все в нашей Системе В нашей галактике В нашем мире Вот поэтому Здесь такая интересная Ситуация Так Следующий вопрос Сейчас опять же По верхам Почему славяно-русы Не боятся Смерти Потому что С детства Мы прекрасно понимали Что есть Куда мы должны Прийти Что есть Путь Что есть Местонахождение Что нам надо двигаться По золотому пути Восхождения Души и Духа Да Вот поэтому И на каждом уровне Новое тело Новые времена Новые задачи И поэтому Мертвые срама Не имут Знаменитое высказывание Потому что Это До определенного момента Игра Сюда же в эту игру Были подселены Смоделированы Как боты Те, кого называют Серые Которые вот здесь Вот так Чуть появились Похожие что-то Элементы Они сюда были Принесены Те, которые Земноводные То есть Рептилоидные Всякие Товарищи Много-много Сюда было внесено Здесь это все Большинство Компьютерные боты Поэтому Главный принцип С ботами Вот с этими Товарищами Они присутствуют Всегда Есть личные боты Есть боты Которые Вот что-то делают По заданию свыше Никогда Не пытайтесь С чем-то О чем-то Договориться Бот может Проходить сквозь стены Он знает Все установки Совести У бота Нет Главное Отличие Человека От животного От человекообразного Существа Или как сейчас Говорит Биоробот То есть От вроде Человека Ну у которого Вот это Главнее Отсутствие совести Это первое И второе Биокомпьютер Это никто В китайской фабрике Сделан Кто родился Как у мамы Папа Просто нет совести Еще одно Он живет Он живет Установками Моралью И так далее Человек Может сам себя Перепрограммировать Свой То есть получается У нас есть Если мы представим себе Человека У нас есть У каждого из нас Вот человек Рисует Здесь в сторонке Естественно Какие-то есть ограничения Но мы же чем-то ограничены Пять органов чувств У нас есть Ограничения есть Мы же не видим Какие-то световые явления Которые Собаки Например Видят Мы не слышим То что дельфины Слышат К примеру Ограничения есть Инфра Ультра И так далее Так вот Вот это все То что мы воспринимаем То что мы можем объяснить Называется сознание Вот это то что находится внизу Называется подсознание Это целый пласт Животного начала И постоянно Вот параллельная сессия была Там прям два человека подряд Рассказывали о том Как в наше подсознание Закидывают Через вроде бы Вот это вот Да туда А потом Вот это начинает нами руководить Как в анекдоте Когда он сидел Сегодня тоже был Там про машину Рассказывали Как учимся Да А вот Едет Первый раз за рулем Первый раз Сидит его жена Маша Жарища 40 километров час Он шумахер вообще Тут все 120 летят Он шумахер 40 километров Знаки На каждый знак Таращится Боится Пересохло в горле Жарища Маша Да У меня окно открыто Да А на следующий год Уже все Висит рука Ну что там Какую там Это куда пойдем Он что сделал Он надрессировался Подсознание Собачку Паула Свою надрессировал Та уже Знаки понимает Схват Он даже их не видит Они просто Тык-тык-тык Здесь зебра Здесь притормозить Там полиция сидит Там еще чего-то Тут не торопись Тут наоборот И так далее Автомат движет То есть это подсознание Достяжание И взращивание И взращивание духа Оно идет так Вот скажем Вот это вот дух И он должен расширяться И подчиняться Тому что идет свыше Душа Находится здесь Она более объемлема Сразу Она поэтому Хватает И кто-то говорит Ну как же так В едической культуре Скажем что дух Выше души Я говорю Конечно Если мы по образу и подобию Мы наследники богов и предков Значит у бога-то тоже есть Своя душа Дух Получается Вот этот дух С которым может душа Поговорить И частично Который мы себе можем представить Он же и взаимодействует Как святой дух с нами Святой дух Вот он А у него свое и тело тоже есть И сверхсознание И так далее И тому подобное Так что ни слова Нарушающего Едической культуры Я не сказал Очень быстро говорю Забрасываю информацию Потом записи Еще раз послушайте Посмотрите Моя задача сейчас Загрузить Так дальше Вот почему славяно-русы Не боятся смерти Потому что мы Прекрасно знаем Рот Превыше всего Это компьютерная игра Где надо Настичь определенных условий Чтобы потом выйти уже В не просто игру А уже Проявление себя И только вот здесь Мы начинаем Выравнивать Искать способы Вернее Искать способы Как нам выровнять ситуацию Которая возникла здесь Но еще маленький секрет Я вам раскрою Совсем Чтобы вы себя богами-то Почувствовали Да Надо же Так поскольку это Компьютерная игра А вот это Аватар Кого-то Здесь То есть Задача была Создать тело Они создали тело А Душу Совесть дают Мать и Отец Небесные Образ тела И крови Дают Кто? Мама и папа Земные Да Так вот Вот сюда Это все Вошло Вот таким образом И человек По образу и подобию Себя самого Либо этого Может создать еще Свою виртуальную И не одну И здесь То же самое Компьютерная программа Нам помогает Мало того У одного Кого мы сейчас Называем богом А бог это большой Он глаголич А глагол это не рецепт Это действие Так ведь да? Это проявление И слова И действия Одновременно То в этом случае У каждого Бога Могут быть Свои параллельные Вселенные Со своими Аватарами Которые могут Проживать Как одну жизнь Так и часть жизни И так далее И здесь Мы можем создавать Свои вселенные Миры Аватары Чем выше уровень Здесь на земле Тем больше виртуальности Достигает И тут мы рисуем Знаменитую Уже Вот такую вот самую Славяно-русскую Варновость Или покон Вселенского бытия Сейчас добавляю Еще один элемент И вы сразу все увидите Покон Вселенского бытия Вот этим определяются Которые очень хорошо Видны Здесь Виртуальности Один процент Здесь виртуальности Девяносто девять Тире сто Здесь физическое Начало сто процентов А здесь физическое Начало один процент Поэтому если Жрец Общается А жрец Это не жирущий А жизнь рекущий Если он общается С человеком Но при этом Находится В создании Параллельных Вселенных Миров Либо проверить Какую-то часть А его же задача Больше Получить информацию То он Может с вами Разговаривать Одновременно Монделировать И для вас Что-то И для себя Что-то Если вы Разрешаете Конечно Не просто так И одновременно Находиться В разных Мирах Задача Получить Больше И выйти А этому Надо шишки На физическом Теле Ну на физическом Своем На физическом Плане Получать Вот чем Отличается Так Сколько Минут 20 Еще осталось Так Как нам Как нам Это все Теперь Применять В жизни Первое Помните Все есть мысль Если вы Допускаете Хотя бы Вот это Это дает Вам Первое Понимание Как устроен Этот мир Как устроена Вселенная Для чего Она нужна Кто вы В этом мире Вы уходите С состояния страха Почему Потому что Вы начинаете Своим физическим Телом Говорить От имени Высшего Я Включаете Управляемой Шизофрению Паранойю И вы можете Своим мозгом Договориться Например Мозг А ты чего Кто ты такой Вообще И сразу же Вы Правильными Вопросами В месте Где вас Никто не трогает Я один раз Так пошутил Под новый год Мне тут сказали Алексей Строит Секта унитаза Я рассказал Чтобы поговорить Своим мозгом Вам необходимо Уединиться Чтобы вас Никто не трогал Чтобы вы Соредоточены И в то же время Чтобы ваши каналы Все были раскрыты А самое лучшее место Это И мне сразу Ну вот Алексей Секта унитаза Строит Ну на самом деле Все открыто Брадер Честно с собой Так вот Вот это самое Самое главное Когда вы хотите С мозгом поговорить Мозг это компьютер Это биокомпьютер Помните Мозг это биокомпьютер Он отвечает Только да или нет Выгоды Главный мозг У биокомпьютера Рептильный Мозг А это совершенно Три единства Вот это Вот то что там Входит от позвоночника Вот то что В позвоночнике Прилипает Прорастает И так далее Потом дальше Эмоциональный Животный мозг Идет Дальше идет Тот который Человеческий Называется А про следующий Это мозг Никто не говорит А это уже То самое Вещество Которое Не просто человек А заставит Человек Уже следующий уровень Вот Вот до этого уровня Еще доходит А что дальше Уже все То же самое Про три единства Обманули нас Дух, душа и тело Типа дальше ничего нет А высшая сущность А высшее я Че не существует Когда вот это отрезали Вы превратились В биороботов Биороботов Дух, душа и тело Все больше Животное Дальше нет ничего А разумность Разумность А совесть Понимаете Вот это когда откинули Все Так вот Для того чтобы Перестать бояться смерти Не надо с ней бороться Не надо себе Как-то там Эти НЛП заниматься Гипнозом заниматься Нет Это все делать Через сознание Помните Мысль Все творит в этом мире Мысль А раз так Как у людей мыслите Ну и так далее Понимаете А дальше Буквец Так вот Друзья мои Если так Вы мыслите Вы тогда Страх переводите В природный предохранитель Что такое предохранитель Он может перегореть Если вы не дадите Отчокнуться автомату Да Если вы перегрузочку дадите Но при этом Тело выполнит Свое задание То же самое Как наши герои И сейчас исполняют И ранее всегда Исполняли Да страшно бывает Телу Но высшее я Царь в голове Вперед Это надо для рода Земного Небесного Никто кроме нас За нашей спиной Наши наследники Наши предки И свыше И поэтому Геройски погибнуть Считалось на Руси Незазорным И вот поэтому Никогда нас Никто не мог победить Поэтому другими Подлыми способами Стали нас Пытаться побеждать Так вот Для того чтобы Вернуться к единению Вновь считает Могущим народам И жить в достатке Любви и радости Ладу с природой Святощие Заветливые Велико-мудрых предков Нам необходимо Это осознать И тогда Физическое тело Мозг Начнет понимать Что он не хозяин жизни Он Он исполнитель Инструмент И вот Когда вы это понимаете Тогда включается Такой вариант Я сейчас вам Козырной туз Сразу выложу Для вашего мозга Чтобы он понял Кто он такой Есть такое понятие Живатма Есть богиня Жива А есть Живатма Это С точки зрения Восточного Это что-то Одноцельное Живатма Которое Вот определяет А с точки зрения Расширенного Славяно-русского Живатма Есть главная И есть маленький Живатма Отвечающий За части тела И вплоть до Каждой клеточки У каждой клеточки Есть своя живатма Что такое живатма Это компьютерная программа Компьютерная программа И если она попадает В человека Компьютерная программа То есть человек Ее присваивает себе Ставится печать человека Она больше не может Принадлежать Козлику Травке Слизню И так далее И даже когда умирает человек Компьютерные программы Не уничтожаются Да Дух душа тела Там снимет Там целый разговор Там можно объяснить Куда что уходит Зачем Почему И так далее И сущность души Можно объяснить Не с точки зрения Религии А более широко Так вот Живатма Остается цельная Как главная Так и вспомогательная Так и малая Со своими программами И как только вам Необходимо Заново здесь родиться Либо перейти в другой уровень Уже если вы готовы То есть как говорится Реинкарнация То Живатма Воплощается И начинает собирать В себя все Вместе Определение жизни Там и душа И дух И вот это все Все складывается 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 А теперь представьте себе Что это ваша Живатма Которая где-то Когда вас здесь На земле не было В физическом теле Она находилась Она ваша Печать поставлена Она могла Временно находиться В травке Козлике Там еще в ком-то В зайчике В мышке И вдруг вы появились Травку Козлик скушал какой-то Живатма освободилась Раз наполнился Козлика Серый волк Скушал Тоже понятно Да В охотнике волка Стрелянули И так далее То есть Живатмы очень быстро Собрать из животных Из трав Насекомых И так далее А не с вашими печатями Так вот друзья Самый главный принцип Компьютерную программу Можно как улучшить Так и ухудшить Поэтому Как вы живете Как мыслите Что употребляете Как себя проявляете Ваши Живатмы Начиная от малых И заканчивая главных Либо расстраиваются Получают вирусы И самоуничтожение Коды Либо усиливаются И если вдруг На самом деле Вот этот бородатый чувак Вам не врет Если на самом деле И реинкарнация И инкарнация То тогда Когда Дается задание Создать Человека То есть вас Заново Новый аватар После того Как вы ушли Суд совести Предков и богов Прошли И говорит Ну давай еще разок Только с новыми условиями Чтобы потом выстрелить В новые там Варны То в этом случае Тогда главное Живат соединяется И вот то что вы делали Тогда В той жизни Такая Живат Словием Распутным поведением И так далее Вы уничтожали Свои живатмы Вы их ослабляли Были красивыми Ну родитесь Не очень красивыми Были здоровыми Ну извините Какие-то проблемки будут Ну и так далее И так подобное Вот это вот Принцип Финиста Называется Не Феникса Хотя Это Феникс Понятно Да то же самое По-нашински Финист И вот это Очень-очень важно Поэтому никогда Славяно-русы Смерти Не боялись Но Свой организм Не уничтожали Потому что Это было преступление Свой инструмент Уничтожать И Таким вот образом Мы были Непобедимы Когда же убрали Наше наследие Когда убрали Все основы Мы стали Пожалуйста Как малые дети Берите Вкладывайте нам Чужую бред Какой-то Чужую чушь Ну и так далее Ну и В заключении Поскольку времени У нас уже осталось Совсем мало Я конечно могу Еще постоянно Русской варене Сказать Но это отдельная тема Я предлагаю Перейти К вопросам Если они у вас есть Как кто-то Другой Вкладывает Что? Кроме нас Никого нет И вот Кто-то Кто-то Вкладывает Чужую информацию Чужую информацию Ну во-первых Во-первых Здесь Были Смоделированы Те существа Которые Здесь Тоже Присутствуют Настоящие И проекции Которых Были здесь Созданы Здесь Присутствует Огромное Количество Существ Которые Являются Тоже Ботами Но только Они не являются Примитивными Ботами У них Задачи Очень Этот Никогда Не обманывает На самом деле Вот эти Ребята Они очень Примитивные А вот эти Которые Серенькие Рептилоидные И так далее Это проекции Оттуда взятые Их сюда Не запустили Если сюда Мы вошли Смотрите Первый Аватар Второй Аватар Третий Аватар А там еще Четвертый Пятый А эти Сразу являются Проекцией Они не аватары И поэтому Им задача Конкретно Дана Так Твоя задача Вот с этим Человеком Поработать Вот с этим Поработать С этим Свести Поссорить Как они себя Будут проявлять Помните Поднимаемся Здесь экзамен Сдается Вот сейчас Война Это очередной Экзамен С очередной Махарата Подсознание Это животное Начало Поэтому Все что Связано С выживанием Инстинкты Рефлексы Условные Безусловные Когда Позыв Выжить Животному Начало Животному Телу Своему Это 90-99 Процентов Это Животное Начало Значит Подсознание Выживание Если Это Когда Горишь Это Объяснить Как правило Не можешь И ни то ни другое Подсознание Если Это Свыше Идет Родовое Установка Установка И это Связано Не с Выживанием Конкретно Твоего Тела А с Жизнью Рода Мира Страны Счета Светлого И проявление Себя Для кого-то В служении Высшему Это 99 И 99 Вероятно Что Это Сверх Сознание Почти все Христиане Называют Жизнь До христианской Руси Бесобщиной Как нам Здесь преодолеть Этот раскол Общества Не говорить Нареон Религиозные Темы И все Ищите То Что Вас Как Человеков Объединяет Вместе В созидательном Труде В добрых Мыслях Как только Начинаются Разговоры Религиозные Говорите Ребята До свидос Или Мы с вами Делаем Дело Либо трендим Непонятно Зачем И зачем Ты морду Другу бьем Все Я с вами Разговариваю Не как с представителем Церкви Представителем Партии Какого-то Бизнеса Я с вами Разговариваю Если мы хотим Вместе Как с человеком Вот как в бане Разделись Вот у тебя это Вот у тебя это Я у меня То же самое Давай поговорим Как нам жить И что делать И что делать Да Вот эти все вопросы Они бесполезны Ставьте всегда цель Чего вы хотите Вы хотите Помудрствовать Лукавым Ну как обезьянка У кого кирпич больше Или попа краснее Это одно Когда вы ставите цель свыше Какая-то к вам приходит И понимаете Вы вот этими глупостями Заниматься не будете Они вам будут не нужны И тогда вокруг вас Будут собираться люди Вашего уровня Как ваши И зеркала И ваши помощники И ваше проявление И вы Таким же будете Зеркалом Таким же помощником Проявлением для других Очень часто говорят Гармония между Подсознанием И сознанием То есть они забыли Сказать что Сверхсознание еще Да? Это упрощенное У нас убрали Божественное Оставили только животное Еще раз говорю Дух, душа и тело Это триединства Животного начала Ну посмотрите Внимательно На любую религию Что говорят? Есть тот Кто за тебя все решает Есть тот Кто за тебя все решает Это не парься Все Никаких богов Вот этих предков нет Вот Даже с предками Можно говорить Только через Как там Какую-то бумажечку За денежки И так далее Ребят Если мы говорим Про божественное Посредники не нужны Религия Это повторная связь Кого-то с высшим Когда есть посредник Тут уже Игры, игры, илоки И много чего другое Но это отдельная тема Поэтому Если мы говорим Про человечество Как наследник Великомудрых богов И предков То тогда Ты только подумал А там уже знают Что ты думаешь Зачем ты думаешь Ты хочешь сделать Он уже знает Какой результат будет Ты сделал результат А он знает Что из этого Дальше будет происходить Куда кричать Куда обращаться С предками С богами И предками Нужно говорить так Что ты разговариваешь С своей роднёй Как мы сейчас с тобой разговариваем Потому что там нет глухих А стяжания духа Какого? Святого, пожалуйста Вот этот рисовал Пожалуйста Стяжание В хорошем смысле Хотя стянуть Не очень хорошее слово Но достижение Понимание Свой дух Подтягивай Через сознание Через упражнения Через силовые И так далее Подтягивай Тогда дух На самом деле Как волю Инструментом Проявляет себя В жизни Но сознание Первично Водило Первично Прокладочка Вот эта Между рулём И сидением Первично А не сам автомобиль Самовоспитание Самовоспитание К примеру Человек Закаляется Красавец Убегаю В шортах И по снегу Я себя заставляю В данном случае Самовоспитание Это не самовоспитание Это самоистязание У меня бывает Вообще Вот прям Желание Вообще Нет Как алкоголь Можно Как от алкоголя Можно избавиться Это обратная сторона Что ты говоришь Это когда ты понимаешь Что моему организму Это не надо А когда ты понимаешь Что твоему организму Вот это надо Никакого издевательства Не будет Он говорит Слушай Просыпайся быстрее Я не могу У меня прям пятки горят По снегу побегать Мозг не говорит Мозг Он защита Вот может сегодня Не надо сделать А я точно знаю Что мне это надо Еще раз Когда пройдет Смотри Царь в голове Еще раз Что такое Активное самопрограммирование Когда ты По сознанию Объясняешь компьютеру Что выгодно Что не выгодно А он только да или нет Помните компьютер Да нет Единичка ноль Единичка ноль Ты объясняешь Если ты вот это будешь делать Будет так Сделаешь так Будет так Ты ему Компьютеру своему В туда В подсознание Закидываешь 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 Он нагружает Говорит Слушай На самом деле Мне это классно Его же задача Выжить Вот на чем строится Все о чем вы там говорили В параллельной секции Вот это все Вот нас закидывает Секретой дурней Вот отсюда Извини родные Вот с телевизоров Закидывает Вот это все Понимаете Черное зеркало Просто бросают Бросают Через глаза Мы расслабились Подсознание зашло И дальше подсознание Тобой управляет То есть Вот это убрали И мы превратились В человекообразных Животных Которых можно Хоть на бойню Хоть в скотовню Куда угодно Вот что означает Когда сверхсознание Трубается Когда царь в голове А царь говорит Это фильтр Всегда научитесь Задать вопрос Вот практика 40 на 40 на 40 Которую никто еще Не сумел выполнить Но я не видел таких людей Удивительная практика Она азу делает Того Который даже В самом низу находился Но пока никто Не сумел ее выполнить Понимаете Если я не соврал Назовем Религии много Но об одном и том же Говорят о многом Ладно Так и Например Бог разговаривает Ну я вот про себя Если с тобой разговаривает Бог это все Это дурка Если ты с Богом Это нормально Через совесть Вы говорили Что совесть Как звоночек Он такой предохранитель Грубо говоря Все наши дела Которые мы делаем Но я считаю Что он разговаривает С нами Путем жизненных обстоятельств Вот именно Если я какое-то Дело делаю Светлое Как вы говорите Хорошее Правильное Полезное Соответственно Оно мне как-то И откуда-то Что-то идет Я даже Не могу сказать Но все получается Да Грубо говоря И так наверное И в буддизме И в исламе И в христианстве Просто это Я понял тебя Алгоритм выполнения Одинаковый везде Это есть магия жизни Вопрос Вы разговаривали Говорили С собой А я например В ванной Разговариваю Да прекрасно Но Это называется По простому Молитва Ну грубо говоря Но я понимаю У вас Что вот это Вот просветление Когда ты Обращаешься Не за чем-то А вот В помощь К чему-то И получается Такое просветление Оно такое Чувство Когда если Человек закаляется Например Оно потом Становится Как необходимость Две минуты Осталось У нас Я вот вас слушаю В принципе И оно Вы говорите Об одном и том же Только есть На разных языках Это будет точно так Я счастлив Если я говорю Об одном и том же Ну вот связь С каждого уровня Вот я нарисовал Пирамидку Эта пирамидка Неплохая Нехорошая Человек говорит Ооо пирамида Не наша Вот если бы Отронный глаз Нарисовал Куда нельзя влезть А откуда Наблюдают Оттуда пинают Это было не наше Сама пирамида Это просто Геометрическая фигура Не более того То же самое Как QR-код Это просто Что-то для компьютеров Так вот Вот здесь Это допустимо То есть здесь Детскость Вот это вот Ну все одинаково Как бы утенок А по-моему Они одинаковые Вот Здесь уже Здесь глупость Здесь ум Здесь уже Разумность А здесь веда Веда живая Веда сказанная Веда писанная Догма Так вот То же сейчас говоришь Вот это вот Все одинаково Я с тобой согласен Так оно есть На твоем уровне Это есть У другого уровня Кто здесь говорит Да Они вроде говорят Об одном Но есть различия Вот эти вот уже Отделяются Да Отсекаются И говорят Как они об одном И том же Это родовое А это какой-то там Божок Какого-то определенного Народа сделал Это говорит Ребят Какие вообще там Эти религии В о чем Я могу Вот в эту бутылку Погрузиться Посмотреть отсюда Отсюда В сторону Подвинуть ее В конце концов А кто-то говорит Не-не-не Бутылка это пробка Ну как про слона Да Ухо там Хвост и так далее Поэтому То что ты говоришь Это правда Это есть Я с тобой согласен Мой критерий Добра и зла Для кого? Для вас лично Для меня лично То что То что для рода Полезно То что Если я служу Рода Это добро Если я уничтожаю Свой род Земной Небесный Небесный я не уничтожу Конечно Но создаю предпосылки Это зло В худшем смысле Этого слова А так добра и зла Нету Есть отношение к добру и злу Но критерий Как ты сказал Вот если так По большому Все что связано С усилением Рода земного Родов земных Наших Сначала близких Потом подальше Потом всего мира Продление жизни Улучшение жизни Не просто как скота Улучшение Это добро Все что связано С родом Если род Убираем Это добро Не является Все Детские болезни До 6 лет Детские болезни Да я понял Суждения ваши Интересные Это мышление Это понимание Себя И осмысление Вот я хотел бы Поставить Такой интересный вопрос Перед каждым Из нас И перед вами Вот для меня Он очень волнует Кто мы С вами В государстве В Беларуси И в России По конституции Кто мы Ну в данном случае Мы можем отдельно Провести семинар Поскольку тема Очень серьезная Я не хочу ее В течение 30 секунд Раскрывать Что вот сознание Подсознание Вот как мы понимаем Кто мы В государстве А это Ладно Отвечу в двух словах Если человек Становится человеком То он создает Тот мир В том числе И страны В которых он хочет жить Если человек Находится в состоянии Ну скажем так Начальной Стадии развития То тогда Вопросы Что мне предоставили Очень важны Для него Как маленькому ребенку Важно Что мама приготовила Во что папа Там меня одел Когда Не перепутали И так далее Поэтому я предлагаю людям Не здесь находиться А применять те игры Которые наперсточники Нам подсовывают А подниматься До уровня Начального управления И создавать То Что нам нужно Ибо Суворово говорил Врагов не считают Врагов бьют И поэтому И поэтому мы можем Играть в их наперстки И постоянно Проигрывать А можем создавать Своё Имейте ввиду Я не против Государственности В хорошем смысле Я не против державности Наоборот Я державник И наши страны И наши территории Разбазаривать Не позволено Никому Наша задача Землю Мы приняли Должны её содержать В благосостоянии И передать Поэтому мы должны Стать властью Как это по конституции Указано Дело в том Что Я знаю сейчас Не только вам А всем Это принципиально важно Вот Будем так Проще говорить По конституции Республики Беларусь Кто здесь граждан Беларусь Кто мы Хозяева своей земли Народ Мород Это слаба Ну всё Давайте так Так друзья Есть вопросы Которые Я говорю Это отдельный семинар Я бы рассказал отдельно Просто мало времени Видите Мы не хотим Даже Мы хотим Я ответил Три раза Сказал Я три раза Сказал Мы На эту тему Не должны Разговаривать Так вот Поверхностно Нету Мой семинар Мой семинар Заканчивается И говорю Нужен будет ещё семинар Проведём Мы не спешим Тема была обозначена Эта Была бы тема Конституции Мы с вами поговорили Род земной Род небесный Не может прерваться Нет Ну вот Детей не родили Имеется Род земной Получается Да У Каравкевича Часто там Род закончился Да Разбили родовой герб Ещё раз Есть род земной Есть род небесный Мы про какой Говорим Про земной род То есть Генетика прервалась Да кровь прервалась Нету Всё Наследников нет Это Ну говорит Что допустили Какую-то неприятность Раз Это самый-самый Простой способ На втором уровне Мы достигли чего-то Что нам уже Здесь тесновато Необходимо Куда-то переходить Мы выполнили задачи Третье Задачи выполнены Я получил что-то новое И я уже прекрасно понимаю Что дальше двигаюсь Здесь Я уже волен Отсюда уйти Когда хочу Славяно-русскую варность Вот есть Шесть уроков Которые дадут ответы На многие вопросы Которые сейчас задаете Они в открытом доступе Вопрос такой Может быть Не совсем тема А вот тема Есть такое понятие Колесо санцары Прервалась Вот говорят Уже И сейчас Могут Ушла Отсюда Уходить И уже Не в рот Не приходите А уходить Ваган Туда И Неверно Не возвращаться Сюда Это так Или не так Значит так В этом вопросе Я чувствую Определенную подмену Потому что Слово душа Имеется ввиду Некую сущность Душа Не является сущностью Поэтому Вот это Вот путаницу Надо убрать А это означает Что Изначально Мы должны Термины Некоторые Подвести К какому-то Логическому Взаимопониманию До тех пор Пока их нет Он говорит Про разные вещи Одними словами Ну все Согласен Поэтому мы должны В этом разобраться И не делать И не делать И не делать Это поверхностно Благодарю всех Чтобы быть в курсе событий Получать сообщения О начале Живых эфиров И о выходе Новых записей Передач И программ На нашем канале Ютуб Нужно нажать На кнопку Подписаться И обязательно Нажать на знак Колокольчик Понравившейся Записью Вы можете Поделиться С друзьями В соцсетях Чтобы быть в курсе Всех событий Народного Славянского Радио Заходите На наш сайт Славрадио Точка Орг И подписывайтесь На нашу рассылку Вместе Сделаем мир Лучше Быть добро